привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео первый день работы расстановка растений в зоне под навесом под навесом не в основном находится мой горшечный уголок где я делаю расстановку свои растений первое что я украсила это комод комод сверху стоит две корзины с ампельными питуньями и внизу самом комоде два ящика я выдвинула и поставила два ящика с черенками вегетативной питунья я думаю когда разрастет разрастутся мои питуньки будет красивый цветущий вот такой как водопад и будет красиво принимаюсь я вот такую за дорожку дорожка будет у меня это уже в зоне клумбы 1 до цветника будут стоят ампельные питуньи питунья будет две корзины два ведра но одно наверное ведро уберу поставлю лукошком почему пленка потому что хочу все ведра это хозяйственное ведра сделать под пленку накрыть пленкой вот так посмотрите как получилось смотрится во первых нарядно красиво и никого не смущает даже хотела сегодня название видео сделать накипело почему ведра отвечаю на вопрос потому что многие задают вопрос а почему хозяйственные ведра потому что цена на них 60 рублей а вазон стоит самый дешевый наверное 400 рублей с таким объемом и выше 500 600 то есть очень дорого потому что у меня ни один горшок ни одно ведро и хочется много растений и очень дешево особенно для тех кто получает не такие уж большие зарплаты для среднестатистического населения я думаю самый оптимальный вариант это хозяйственные ведра их можно украсить либо тканом каким-нибудь плотным тканью но я сделала вот такой пленкой для обертки букетов заказывала в садоводом здесь будет дорожка идти вот из таких хозяйственных тоже ведер которые я покупала в фикс прайсе ручки я сняла в ручки мне будут для другого применения посмотрите как обновилась зона парадная зона как идти в мое жилище я думаю когда раз растется ампельная петуния по одному растению здесь каждом ведре в этом году я много высаживаю также и миксов по два растения в один объем хочется посмотреть как будут сочетаться две различные расцветки петуния принимаюсь я зону под навесом то есть сейчас в данный момент мне надо повесить вот такие горшочки 6 литровые среди них будет лабелия петуния и лабелия 3 литровый горшочек и также на полочку поставить корзины корзины я покупала тоже фикс прайсе вот посмотрите как смотрится зона пока 1 один проем от профтрубы 1 до профтрубы другой то есть вверху 2 петунии ампельной посередине лабелия чуть пониже опущены и на полочке стоят две корзины вот так каждый проем буду теперь украшать с улицы стоит от навеса вот такая этажерка этажерку тоже я хочу украсить своими горшочками верху сделаю питанию внизу ящик питоне и 2 лабели 2 горшочка посмотрите как нарядно теперь смотрится моя вот такая этажерка внизу 2 2 вазончик а вот такие с лабелей ящик с черенками питоне и ведро с одним растением питоне я думаю когда раз растется будет смотреться тоже мой этажерка очень красочно развесила я все свои горшочки у меня в этом году конечно совсем по-другому они висят 2 повыше пониже лабелия 2 верхние верхний ряд которые повыше это питоне пониже 3 горшочка висят лабели по бокам повесила тоже питоне с и помея батат один и второй горшок и на углу в зоне как заходить зону нашу уже в дом под навес тоже питоне ампельное в горшке и теперь принимаюсь вот но я наверно уже завтра это будет и завтра покажу продолжение видео вот с полочки где буду расставлять свои растения но продолжение видео так как очень устала конечно сегодня очень работа много мамы посеяли все культуры и посадили картошку поэтому на сегодня пока что мои работы под навесом закончились а перед вами хочу показать цветение моих тюльпанов тюльпанчики новые расцветки с каждым днем расцветают желтая с красным пестрые смотрится очень красиво конечно когда посажено три в одну луночку лучше смотрится вот такой букетная посадка тюльпанов но думаю разрастутся и будут смотреться в дальнейшем уже с годами больше и лучше тюльпаны здесь красной яркий оранжевый и кайма желтая 3 посажена в одну луночку и посмотрите какие высокие во первых смотрится очень красиво вдалеке желтая с красным здесь желтый махровый с огаем очкам бахром 4 смотрится тоже очень красиво ярко и солнечно мускари в этом году меня очень порадовали такие яркие синие и вдоль бордюра вот такие цветочки очень хорошо высаживать так как бордюрная посадка вот такая грядочка будет подчеркивать красоту дорожки вдоль дорожек просто самый лучший наверное считаем мускари вот такой цветок и вообще можно оформить любую зону участка где-то вокруг сестра сажает мускари в приствольном круге дерева любого розовые с белым белый низ переходит в ярко-розовый постепенно нити тюльпана очень нравится во первых этот сорт долго держит форму некоторые просто быстро цветают а этот розовый с белым очень долго держит форму низкорослые в этом году у меня больше их стало потому что прошлом году я высаживала в позапрошлом вернее о прошлом они мне цвели их мало было потому что луковички были совсем маленькие в этом году их больше видимо луковички подросли на стадии раскрытия красивейший тюльпан будет он как пионовидный махровый игольчатый красно-бордовый обязательно покажу в полном роспуске но пока что очень сильно туго набит бутон и не за один день он раскроется перед вами желтый с каймой красной и нежно-нежно такие расцветки не очень нравится белые с розовым тоже в этом на этом участке первый год у меня тюльпанчики такая расцветка нежно но вот такой попугайный называется оранжевой зеленой полосой очень красивый конечно тюльпанчик сорт великолепный у меня здесь на участке он и в зоне перед на улице уже перед домом тоже очень красиво вот такая расцветка но таких розовые с белым не у меня много таких тюльпанов на различных участков и конечно мой любимец махровый желтый с гофрированным краем но вот в принципе все что хотела показать понравилось видео ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео вам здоровья удачи и до новых встреч продолжение номер день номер два будет обязательно когда буду далее делать расстановку своих горшечных растений потому что есть и пиларгонии и колиусы и бальзамины то есть за горшок горшочков с различными цветами у меня очень много обязательно постараюсь снять все свои работы и показать в итоге что получится ну а вам конечно хорошего настроения хорошей нам весенней погоды и до новых встреч всем пока пока